брат мой алейкум ассалам айолы камбас парк а там бас парк мусульман дар барани салим я тоже поприветствую своих зрителей с нами на связи мой старый древний подписчик еще в октябре в ноябре примерно гипотак полгодовал и я тебя в чате помню как будто но ты видел до нашей разборки с другими да было время и сам них участвовал не сильно ты участвовал ругаться не любишь но молодой был неопытный не знал когда нам выкрепнуть когда воздержаться а сейчас уже собор делаем собор потихоньку лоберсе ну я-то знаю принципе ты сам расскажи про себя что ты кто ты национальности тебя казах это я могу сказать своим зрителям у меня зовут ильяс я сам откуда имеете да я храком шаг родом из постановка области казахи на руне делятся казахи дур состоят так что да вот в россии живу по сути двухлетнего возраста уже с 94 года в 92 я родился окончил школу здесь поступил в москву сейчас вот работаю учусь здесь в аспирантуре на кого аллахаш аллахаш и курс все хорошо сейчас ну по нефтегазовой теме нефтегазовый университет ездил кстати к вам в гости недавно и не один раз уже сколько три раза в дагестан ездил именно в я там жил только я один раз там две недели был второй раз тоже две недели то есть ну в южно-салкумске салкумск именно в городе ну вот смотри вот это же проблема нагайская вот об этом надо как-то небольшой акцент сделать тоже южно-салкумск да он принадлежит ногайском району на землях ногайского района но по факту он сейчас по местам закона тип он в ведении прямом управлении дагестана находится дагестанской власти вернее имеется ввиду это было до васильева кстати говоря сейчас возможно ситуация будет исправляться будем надеяться но сейчас уже извини сейчас перебью а сейчас эфир уже идет да ну не то чтобы запись зашло как бы хотел бы выразить может соболезнования и солидарность с военовским народом потому что сегодня дата 75-й годовщина депортации чеченцев и ингушей и я был я был в грозном в чеченской республике республика поднимается хоть и не все идеально как и везде у нас как стране но народ силен духом и желаем успехов желая чтобы значит дети внуки правнуки тех людей которые сейчас живут они жили намного лучше стране чем сейчас жили намного лучше чем мы деды и прадеды вот хотел бы пожелать вот удачи всему военовскому народу и солидарность им вот удача иншаллах и иншаллах конечно чеченцы кстати говоря близкие нам обои обе обоим нашим народом как правильно выразить и казахам тоже и новая им тоже когда чеченцы вернулись со ссылки с казахстана причем да в основном казахстане же не были чеченцы соответственно наши единственные из всех народов фактически да могу похвастать на него встретили их хлебом соли будем так говорить по-русски понимаешь многие наши нагайцы об этом чеченцы сами тоже рассказывают просто под запись когда и ушли даже тоже насилие заселили в их земле на их дома взяли переписали все что было там при высылке и по списку по этому списку отдали когда вернулись понимаешь вот такие вот вещи были вот я знаю даже напрямую одну внука того человека который встречал их который организовал эту встречу делегацию карачаево-черкесии тоже встречали наши карачаевцев когда они вернулись со ссылки тоже так делегация была и тоже единственный кстати других народов которые как были казахстане тоже наши братья чеченки ножка за с вами там могу немножко даже рассказать у нас есть например я родом из вкусной области и у нас вот на кладбище я сам не видел но мне говорили есть целый большой такой войнахский участок мусульманского кладбища и там всегда значит ну часто можно заметить что машина с российскими номерами что приезжают из республики из регионов очень много ну вот именно потому что как сказать привезли же 44-м народ и получается повышенная смертность была вот именно как раз 46 47 год 1 1 2 3 года после депортации голод был страшно советском союзе ну в казахстане как бы после 30-х годов это еще сильнее сказал и вот очень много было погибших ну скорее всего вот этих вот времен честно я не знаю потому что их именно до 1957 года весь народ же здесь жил дело в чем дело в том что просто вспомнил сейчас одну вещь сейчас подтвердить не смогу но потом загуглю ты мне напомнился ты говоря почему-то в казахстане есть кладбище которому несколько сотен лет чеченская именно война вская я вот этому удивляюсь просто забыл как как появилась но дело в том что там есть чеченцы которые живут сотни лет еще до того какая высылка была представляешь наверно не знаю наверно с казаками может пришли не знаю может нам только казаки без приглашения проходили кстати вот недавно читал от какой недавно вчера ночью читал короче продается адаев на самом деле что такие вообще боинство народ оказывается захотелось прямо про них видео снять и начала сниму ближайшее время ну да она надо и у нас такие ребята горячие сразу как с туркменами сразу какой-нибудь там вопрос возникает сразу тонкий намек адаев то что падает раньше воевали с туркменами да без проблем но дело в том что приблизительно к приходу как раз российской власти да они уже сильно перемешались к тебе говоря сильно перемешались в результате воин пленны попадали к туркменам от туркменов когда им попадали даже одно время российская власть пыталась примирить эти два народа как будем так говорить да адаевцев казахов и туркмен и короче можно сказать приказном порядке сказала обменяться этими пленными рабами своими которые там уже десятки лет адаевцы честно говоря сразу взяли и отдали и ожидали того же туркмена по туркменам и отдали пришлось адаевцам войной на них пойти выручать своих ну да там как бы соседние народы в постоянный культурный этнический в том числе этнический обмен как бы ничего это нормально это не хорошо и не да конечно то есть например у нас откуда я вот река тобл получается когда-то давно лет наверное не скажу сколько назад но лет 400 может вот еще до значит протектората российского еще до а то у кихана вот например казахская северо-западная граница походила через табол с таболом уже были башкирские кочевья то есть это челябинская современную область мясо магнитогорск это все короче раньше этого ничего не бог то есть тоже келенок воровали скот воровали иногда на разборке ходили вместе выступали кстати потом уже когда уже вообще враг появился пока ты слишком далеко не зашел это перебью немножко как всегда ногайская тема не видел фильм ермак даже тоже русский фильме мак а 90 годов до старых ну да 90 годов старые там даже ермак сам кричал о ногайцы идут на таболе кстати говоря понимаешь так что я тебе скажу что в те времена это были ногайские земли но я говорю я не хочу вот сейчас вот такие вещи национально разводить новая казах бирхал я вот это могу сказать и принципе временам разницы не было точно как он сам ногаем был конечно своих увидел крик души про ермака можно рассказать одну историю такую которая у нас хранится в наших легендах ермак новая да естественно новая как ты понимаешь и этот самый у него врача как он кучум кучум забрал невесту приехал гости к местному хану к ногайскому да или бию точно не знаю уже с ним там погулял туда-сюда и на обратном пути короче забрал украл невесту эту ермака ермак такую репу почесал и пошел к своему хану типа дай мне войск я пойду отбивать свою невесту хан или битом ему говорит и что зачем тебе зачем мне это ругаться таким большим ханом с кучумом нет нет конечно я тебя откажу ты простой обычный нагаяц храновая проще говоря и тогда он обратился ивану грозному иван грозный ему дал войска стрельцов свободных людей ну то есть он даже не свободных людей взял ермак не казаков вернее взял а позвал новая и новая которые с ним пошли назвали с казаками уже понимаешь и смешанное вот это войско пошло захватывать сибирь естественно так как вооружение все остальное дал русский царь и это сибирь начала принадлежать русским вот такая история отступление большое а ну в принципе да может быть такое но все-таки я не буду говорить как бы то там короче какой там от нас собой идентификация в общем это такая довольно серьезная тема окнулись о том что мы как бы ядро нашего народа наверно известно что она сформировалась конце 13 века то есть два три поколения после ассимиляции племен пришедших с чингисханом и вплоть до начала 17 века даже во время значит расколов и нагайцы выделились казахи выделили там узбеки там и крымские татары там первые там какие-то еще даже не крымские татары там часть татар обычных которые сейчас мы татарами зовем то есть это все было единым организмом и грубо говоря князьки да как бы наша почему плабость никогда кочевое государство не живет больше по сути ста лет то ли даже вот так вот это очень много то есть улус джуча продержался по сути сколько больше то 50 лет это колоссальная цифра чисто на власти чингизидов на вот этой жесткой власти чингизидов удалось кочевое государство удержать но потом уже конечно князьки все поделили кто-то нагаем был потом перешел казахом кто-то там был крымским татарином к нему там тоже нагая там он стал каким-то там еще то есть был какой-нибудь там шейбанит который говорил что я шейбанит я никакой не узбек а потом через 200 лет его там потомки самыми ярыми узбеками были то есть вот это все как бы этот распил вот это тоже часть нас как бы мы ругаемся да милые ругаются только тешится мы ругались потому что только вот недавно обрели друг друга благодаря интернету и благодаря нашей тяги мы как-то у нас генетическая тяга друг другу есть и мы стараемся как-то приблизиться друг другу вот приближаемся и в итоге ну то что различие которые за сотни лет у нас появились между нами они играют свою роль какую-то понимаешь у нас появилась гордость за наваев например ну если возьмем отношения на наших казахов да у казахов появилась гордость за свое имя казах например понимаешь вот и соответственно сейчас у нас период притирания как бы как молодоженый притирается приблизительно да вот так же и мы притираемся ничего страшного это даже 40 в руганях нету единственное чтобы мне хотел сказать чтобы не матерились но почему то большинство мы воспитаны советской власти властью и материмся к сожалению но даже если даже наш пример сколько мы знаем друг друга это по сути советском союзе мы друг другом никак не соприкасались практически потому что там ногаи жили самое близкое к нам это вот саратов саратов астрахань да ну так бы от границы еще какое-то расстояние например взять пример немцев немцы жили друг с другом тысячу лет племена друг с другом примут как соседи да вот два шага сделаю уже ними только в 1870 каком-то седьмом году до бисмарк всех как-то объединил и сказал мы все короче немцы у нас великая велись и великая миссия немецкого народа построить большой короче крепкий рейх и то есть вот немцам тысячу лет потребовалось чтобы это все объединить а как бы у нас грубо говоря с девяносто первого года прошло сколько лет то есть все впереди все верно вот смотри брат мой мне вот мысли появляются насчет казахов в россии положение казахов россии именно казахов почему я так говорю дело в том что по любому заказательству любого государства те кто имеет народ который имеет свое государство тут не имеет право на автономию допустим или республику составе другого государства будем так говорить и соответственно то ли из-за этого то ли из-за чего сейчас на данный момент насколько я знаю лично да у казахов всего лишь одна школа на всех казахов минимум 600 тысяч а то по-моему даже 800 тысяч казахов в россии живет и на них всего лишь одна школа это так само сейчас стоит дело а школа я слышал от знакомых эта школа по моему в кушагачевском районе в алтае по моему находится по моему ее уже даже нет я могу ошибаться может она есть как бы то есть скорее всего из-за этого скорее всего это причина потому что а даже по европейской карте языков да то есть приоритет у тех языков у тех народов которые не имеют свое представительство территориального то есть тебя нет автономии у тебя нету какого-то района своего не говоря уже государстве то есть языки в первую очередь защищают а уже второй и третий приоритет уже у тех кто имеет свою страну 0 казахи стали заложником этой ситуации в казахстане потому что ну еще инерция идет советского союза с консюзер что как бы и казахи в республике да особо то и не все учили казахский потому что по сути насильно заставили их перейти на русский и как бы оренбургский области например если взять там ситуация не сильно отличалась с 91 года еще такая инерция есть будто мы вот все еще как бы в одной стране все нормально и это как бы все привыкли уже люди учить русский язык и на это не обращать внимание а теперь уже появился интернет теперь уже вижу что растет самосознание у народа и как бы уже даже и курсы эти не обязательные школа не обязательно по сути то есть школа это грубо говоря механизм вдалбливание языка маленьким детям то есть если маленький пришел в шесть лет в семь лет в школу первые четыре года его нужно насиловать даже вот педагогические вот эти же есть методики что с пяти до десяти лет просто ребенка можно насиловать он все очень как губка впитает вот очень хорошо как бы втюхивать ему знание заставлять его разумеется не прям вот как вот поршнем два в двигатель но именно подчеркиваю для наших зрителей да да чтобы именно занести педагогическую методику какую-то определенную да но я уже в этом не специалист вопрос профессионалам чтобы люди именно за четыре года маленькие ребята впитали язык основы языка уже им просто в школе даже если родители не разговаривают просто этот маркер уже в будущем может как-то передастся уже им детям и вот хотя бы через начальную школу это все передавать россии почему-то этого нет россии в принципе не исключение я бы не стал на путина слишком сильно гнать в этом вопросе потому что например во франции есть там окситанский язык есть там провансальский язык там итальянские языки которые вообще никак не защищают они уже то ли это по сути по моему недавно где-то поле год то ли дворад что-то отменили у них вот этот национальное то есть изучение именно французского языка это я читал такую статью что они только недавно отменили то есть начали преподавать разрешать преподавать преподавать еще не начали пока ну вот уже какие-то подвижки есть но вот именно я лично горд очень за уэльсов вот валится вот валится не прям вообще красавчики там даже есть картина пробуждение уэльса то есть это символ национализма это пробуждение уэльса то есть венера по моему вот из неба восходит и как бы это символ нового возрожденного уэльса который уже не говорит что мы англичане говорит мы валится и уже у них постепенно и начальная школа и средняя школа переходит на родной язык то есть по сути даже не отличаясь от англичан этнически да то есть они самосознание свое сохранили и самое главное чтобы сохранился язык думаю язык это стержень народа даже если там в африку улетишь там казахом будешь там в двадцатом колене да потом приедешь обратно там павлодар и будешь ними на казахском разговаривать ты останешься казахом даже не важно куда тебе занесет да главное тюрк это тот который владеет тюркским языком да ну и называть себе тюрком ну да вот смотри получается вот лично я расскажу ситуацию у нас тоже приблизительно скажу до 2000 года у нас разговаривали только на ногайском языке вот я лично сам вырос среди русских приезжаю по-русски говорю меня не понимают даже анекдот такой был вот типа старик съездил москву приехал что ему там понравилось больше всего понравилось то что пятилетний ребенок а уже по-русски разговаривает вот такой вот анекдот был ну имеется ввиду наши ногайцы разговаривают только на ногайском языке в школе только преподавалась на короче в совершенстве знали ногайский язык ей посыдали все остальное знали но ты представляешь в 2000 году был все знали вот 2017 году приезжаю там уже дети на русском языке разговаривают может представить себе и тому же участвовать ладно путина винить не будем конечно же как россияне но факт том что раньше было два раза в неделю для преподавания ногайского языка один раз в неделю сократили но это не только у нас правда и татарстане и везде сократили да но что я хочу сказать основное к чему я веду вот у нас есть такое слово как нка национальная культурная автономия и и кстати говоря позволяет не только коренным жителям будем так говорить да не имеющих представительства в виде государства но и любому другому народу у нас есть это фнк у ногайцев да ее видимо я так предполагаю что далее виде обманки чтобы нам территориальную основном не давать далее и и потом после того как ее дали нам нам сказали вот вы имеете этот фнк зачем вам обычно территориальная автономия правильно обманули вот эти вот ошибки ошибки постоянные вот это все накапливается и уже смотришь назад как вот не знаю как ожирение ты кушаешь кушаешь тебе хорошо потом она смотришь и нафига это все делал да ну да типа такого но ошибку мы тоже допустили то что купились на это дело да и соответственно получается как вот эти фнк да я вот не знаю ни одного дела которую не провели я нагаяц у меня всего лишь сто тысяч сто тридцать тысяч населения в россии до считается по переписи населения меня все знают как есть все нагайцы знают да я вот сейчас могу прямо сказать любому нагайцу в лицо фнк ничего не делает у нас то есть у нас нету ничего вот несколько месяцев назад выпустили только словарь словарь выпустили понимаешь чем занимаются люди вот это не можешь объяснить нет и насколько я знаю по фнк у вас тоже такие же проблемы ну с фнк тут на самом деле а этот орган зачем нужен чтобы представлять интересы народа да казахов фнк есть по моему главная фнк находится самаре не знаю почему самаре а вот наши агашки которые в москве вот есть по моему урок казахская община есть национальная культурная автономия города москвы мыши от организации но я скажу что есть какой-то определенный эффект например у нас есть две библиотеки с которыми сотрудничаем 1 на севере москвы где проходят периодически разные мероприятия культуры и собираются люди общаются знакомиться есть одна библиотека на метро нагорная там лично я вот свой пример лично я там с 2016 года изучал казахский язык нуля уже немножко как бы а если саташка сожеки там поговорить уже что-то уже да какой-то это уже очень большое да начали всевышнему как было угодно что после 23 лет жизни я посмотрел назад и принял такое решение изучать свой язык вот в том числе спасибо и вот этому это как сказать у нас было очень много учеников вот первая группа там приходит 15 человек я знаю на следующий год там еще человек 10 то есть какой-то человек подходит количество людей проходит и люди еще между собой общаются да то есть какой-то эффект есть согласен каждый год проходит извини я перебью это как дело проходит сотрудничество то есть там библиотека нанимает учителя что ли вы сами нанимаете библиотека по сути как бюджетная организация у нее есть телефон есть управляющий да там если что там может не знаю перефектура там им тоже помогает заниматься просто выходим на каждую библиотеку это уже самостоятельно на как же библиотеку если у них есть окно какое-то определенное если есть согласование с правительством москвы то может такой деятельностью заниматься то можно библиотека договориться такого что там до 12 ничего нет но это 10 до 12 у нас будет казахский хорошо то есть ребята приходят а не скажу не назову это уроком просто беседа на казахском языке то есть есть например один-два человека знающих язык ну как бы один хорошо значит как грубо говоря учитель и он нас уже там учебники ну слава богу в интернете море всего не скажешь о нагальском языке да и как бы я даже лично посмотрел там google play да или там интернете что учебники современных вот я ничего не нашел какие то есть советские советские такие это древние есть там типа справочники но как бы находим сами распечатываем сами находим как-то пытаемся делать домашние задания вот как вот английский язык школе был тоже самое но это скорее всего из казахского сегмента выдал качаетесь но тут не сказать его с любого сайта то есть кто то не обязательно образовательным просто там учебник казахского языка из контекста много но понятно и ресурс сам он вас там находится правильно или мяч cylinder wären Editor ремонт и могут отсканировать его могут просто понимать матери перед печатать и просто выкинуть на вконтакте какой-нибудь человек прикольно и ничего не другим даже одно ресурса такого нет Есть правительственные ресурсы. Вот я лично скачал учебник, есть, можно даже показать его. Секундочку. Вот, заказано, уровень, вот, сейчас, вот уровень B1, да, написано? Вот B1 это получается, как на английском, pre-intermediate, то есть чуть ниже среднего. То есть по американской методике они то же самое, как английский в школе. Был как-то 1, 2, вот, там, advanced, там, вот, это просто перевелись на казахский язык. Ну и, в принципе, нормально так. Мне нравится. То есть есть в этом плане, что материалы тут, как бы, жалуйся только на самого себя. Материалов в море. Хорошо. Это ты имеешь вот самостоятельное обучение и, можно сказать, частная инициатива, да, правильно? Ну а что организации-то делают? Какие организации есть у вас? Создают условия. Какие условия? Пожалуйста. Вот у нас, например, в библиотеке, грубо говоря, библиотека вмещает человек 20-30 спокойно. То есть можно эту библиотеку распилить на, грубо говоря, этот курс распилить на, там, 4 группы по 6-7 человек спокойно. То есть проблема уже самих людей, что людей нет. Это уже вопрос самосознания, хочешь ты учить или нет. Ты человеку не придешь в дом, да, не возьмешь его за ручку, не отведешь эту библиотеку, если он сам не захочет. Хорошо. А вот какие, например, празднества, там, объединения, курсу, по казахски тоже и по нагайски тоже самое? Какие интересы такие происходят? Вот казахша-курес был чемпионат России, по-моему, недавно. Неделю назад организовывал организацию, вот наша жастл-пар, по-моему. Молодые ребята, вот, были активистами, ну, и, скорее всего, и община тоже помогала. Лично я сам не ходил, был занят, но ребята говорят, что да, со всей России и за рубежей даже приезжали. Открытый, наверное, чемпионат был. Потом каждый год проводится фестиваль казахской песни. Я вот в чат даже видео скинул, как там. Из Армении приезжают ребята, например, из... В Армении есть казахи? Из Туркмении приезжал русский паренек, кстати, и он выиграл. Не понятно, ты сказал в Армении вроде, да? Да, из Армении девочка одна приезжала, но, по-моему, студентка. Просто недавно разговор-то был про проблемы с Караганде. Там казахи говорили, что казахов в Армении нету. Я вот к чему просто спросил-то? Казахов? Да, по-моему, там мало кто в Армении есть, кроме армян. Ну, мало кто... Казахи, видимо, есть, я так понимаю. Ну, казахи, я не знаю. Ну, вот, просто приезжала вот эта девочка, она какой-то приз на этих симпатий завоевала. Ну, в общем, такое высокое место. Ну, вот, в Туркмении паренек даже один раз выиграл. Забыл ему фамилию. То есть много-много там... казахи даже не всегда его выигрывают. То есть тут тоже, как бы, надо посоревноваться. Просто так-то изжигать. Что ты узкоглазый, да? Что ты желтый, тебе ничего не дадут. Не, ну, вот, кстати говоря, насчет того, что казахи толеранты, это факт. Например, наш Узаир Найманов, до него, кстати говоря, многие еще, нагайские представители, занимали самые главные призы на... именно на казахских этих, как сказать, международных конкурсах и так далее. По пению, допустим, по борьбе там. Ну, позволяли, как бы, понимаешь? Ну, я понимаю, это для того, чтобы больше народу... Статус международного приобрел, все понятно. Но все-таки то, что они позволяют, то, что они разрешают, как бы, не только свою культуру развивает, это, алхамдулля, большой плюс. Но у меня, смотри, вопросы такие. Вот я никак не могу успокоиться. Что конкретно делают они? Вот, Алла Шакуреш, это понятно. Что для развития делают? Я знаю, что у нагайцев, например, да, несмотря на то, что нам большие проблемы у нас, там, знаешь, какие проблемы, наверное, у нас, недофинансирование там, все остальное, да? У нас есть два театра, к примеру. Множество ансамблей есть. У нас есть музеи по всей России, которые мы содержим сами, фактически, да? Много чего есть. У нагайцев, вернее, у казахов ни одной школы даже нет. Почему? Вот, допустим, ладно, хорошо, РНК, ФНК не спонсируют, не выделяют деньги, хотя правительство России им выделяет деньги. Я просто хочу их обвинить в том, что они воры. Извини, что я так прямо говорю, но я считаю, что они воры. Почему тогда правительство Казахстана не выделяет? Вот я недавно слышал выражение Назарбаева о том, что он назвал российских казахов диаспорой. Понимаешь? Диаспорой назвал. Я считаю это оскорблением. Казахи коренные жители России. С этим проблем нет, я считаю. Но в то же время он, по мне, он лично как руководитель такой большой страны, Ахандуль-Лянь, и далеко не бедный, он обязан помогать в чем-то, в культурном плане, в плане учебников, допустим, организации чего-то мероприятий. Что там, не знаю. Сколько стоит школу построить? 100 тысяч долларов, к примеру. Построить не проблема. Я скажу, что построить не проблема. Деньги есть, и их выделят. Главное, чтобы было разрешение. А в России, например, просто главное, что такое школа? Это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое согласно федеральному госстандарту осуществляет обучение по определенной программе. Ну, программа-то ладно, но именно чтобы получить разрешение даже на преподавание казахского языка. То есть, ну, вы, наверное, знаете, по Ногайскому району, как сложно, да, выбить лишний час Ногайского языка. Даже если это район ваш на 70-80%, да, вот тут бессильный, если вам, например, там, с Махачкалы, там, с Пятигорска или с Москвы не скажут, что вот это можно, это нельзя. И придет инспектор, придет инспектор и будет все это проверять. То есть, здесь еще, во-первых, да. Во-вторых, здесь еще вопрос как бы международный, когда у тебя есть большая страна, да, у тебя как бы есть что терять. У тебя есть своя русская диаспора, ну, не диаспора, русская национальное меньшинство, скажем так, ну, как скажем, 20%, да, нехилое меньшинство, на которое ты лично шкурно отвечаешь, да, по счету твоих гражданин. И которые тоже смотрят на твои взаимоотношения с Россией и которые, по сути, сделают определенные выводы. Если ты будешь здесь, например, язык ущемлять, или если в России будет казахский язык, ущемлять казахи тоже, да, могут подняться, по сути. То есть здесь... Но ведь в России-то ущемляют, почему не поднимаются-то? Я не призываю к бунту, если что-то, говорю. Тут просто такая тонкая... Я знаю, подойди, я сейчас перебью, расскажу тебе. Например, крымские татары, к примеру, да. Вот я сейчас подписан на одного крымского блогера, вот он постоянно выпускает видео. Вот мы добились там, просто родительский комитет взяли, собрались там 50 человек, допустим, да, пришли и заставили открыть детский садик на этом самом, с преподаванием крымско-татарского языка. Понимаешь, в школе начали вводить крымско-татарский язык тоже. Просто приходят в школу и говорят, вот мы хотим... Даже по идее нагайцы это имеют право, возможность прийти, вот в Сургуте, допустим, да, или в Федоровке. Там, знаешь, где эта Федоровка находится, там много нагайцев, да. Они могут прийти, сказать, вот мы хотим так-то сделать, подписать там инициативную группу заявления и сделать, допустим, нагайский язык. То же самое могут сделать казахи? Почему этого не делают-то? Скажи мне, пожалуйста. Ну, крымские татары... Я не буду сейчас опорадывания какие-то искать, почему крымские татары могут, а казахи не могут. Ну, вот я бы рисовал определенные трудности, которые могут быть. Это, во-первых, согласование с российской властью, что не предусмотрено казахам, иметь какие-то определенные автономии, преференции именно как территориальным на какой-то определенный суверенитет нельзя иметь. Так и преподавание языка. То есть, если преподается твой язык, то, по сути, признается, что вы имеете право на эту территорию. То есть, например, у нас Хантамансийский округ автономный, где я вырос, там у нас, получается, преподавался история хантов, краеведение. То есть, даже какой-то хантыйский язык мы учились, учили, например, да. То есть, это как бы Хантамансийский, потому что округ. Тут как бы понятно. И, например, в Волгоградской области казахи, я не знаю, там есть школы преподавания в казахскую или нет. Например, там самые такие районы казахские, там Красноярский район, там Володарский район, по-моему, да, вот такие вот казахские. В Володарском районе, да, много? Да. Это есть Аулы, например, я читал какого-то блогера астраханского. Очень качественно сайт сделан, что есть, например, чисто казахские, чисто казахское село, несколько сот человек, и ни одного вообще ни казаха нет. Ну, например, село Тумак, там тоже преобладающее количество казахов именно. Не, а там действительно он прошелся, говорит, ни одного ни казаха нету, все казахи в селе. Все, все. Вот единственное село такое в Астраханской области моноэтничное. Даже русских такого нет, чтобы все русские были в одном селе. Ну, там по-любому язык сохранился, наверное, скорее всего, да? Ну, вот и не знаю, вот и я, у меня есть знакомые один или два человека, ну, два человека из Астраханской области, которые знают казахский язык как первый. То есть первый язык у них в семье был казахский. То есть есть какие-то определенные Аулы, там от Аулы уже зависит, если, например, вырос где-нибудь в Ахтубинске, да, в городе, ты навряд ли там был какой-то у тебя бэкграунд, да, в казахском языке. Если ты где-нибудь там в далеком Ауле, там, в Прикасске, где-то там в казахском таком, где казахский язык был в обществе преобладающий, да, тут, разумеется... Ну, все-таки, знаешь, я все-таки хотел бы, чтобы ты, не знаю, прямо осудил. Почему я так говорю? Потому что, ну, вот взаимоотношения государства, это понятно, но здесь идет частная инициатива граждан. Если, допустим, село Алгай, вот Александр Алгай, откуда моя невеста, казаш, кстати говоря, новый казах, ну, поэтому, по самоопределению, по самоощущению, да, вот почему они не могут собраться, допустим, процентов, не знаю, ну, 60-70 точно там казахов, да, просто инициативная группа пойти и написать заявление, чтобы открыли преподавание казахского языка. Это никаким взаимоотношениям России и Казахстана не влияет, это вообще совершенно не к месту. Объяснил, почему такая энергия? Лично я, как бы скажу, у меня нет такого личного опыта проживания, например, в Оренбургской области, или в Алтай, или в Волгоградской, ну, в Волгоградской и в Астраханской области, где именно казахские земли, по сути, наши земли, где действительно люди стремятся что-то делать, может, у них свои проблемы есть, то есть нельзя залезть в голову человеку, может быть, действительно, есть такие причины, по которым они не идут. Ну, может быть, есть, понятно. Я понимаю, может быть, на одной территории причина, в другой территории причина, да, там, ну, по всей России-то, аль-хамдул-ля, казахов, ну, не меньше, чем 600 тысяч, более, скорее всего, даже, да. Ну, неужели хотя бы в одном регионе какой-то инициативной группы патриотов своего народа, языка не может возникнуть? Вот я к чему это говорю, чтобы как раз казахи, чтобы очнулись, подумали, может, хотя бы один услышит, там, какую-то инициативу проявит. Поэтому я тебе тоже говорю, желательно старайся, чтобы подтолкнуть тоже к этому делу, понимаешь? Подтолкнуть. Ты сейчас, похоже, мне такое впечатление кажется, что ты не хочешь критиковать казахов. Так? Нет, я, как сказать, может, какое-то европейское воспитание у меня, что чисто атомизированное общество, что и каждый за себя отвечает. Я могу ответить, как бы у меня своя инициатива есть, да, личная, что я казахский язык изучаю и так далее. Может быть, своим примером мне нужно будет вдохновлять других людей, да, которые казахские не знают, чтобы кто-то тоже, как бы хотя бы в WhatsApp, да, там, переписывался, да, например, в общих группах, да, там, казахских или еще как-то. Ну, просто я не могу ответить за людей, за казахов, которые живут в России. Это им нужно вопрос задавать, почему такого нет. Я уверен, что причины есть. Тогда нужно призвать. Вот, смотри, вот я тоже призываю, кстати, на Айларды тоже, на Гайцев, да, на Федоровке, который в Сургуде находится. Оказывается, мы имеем право, вот крымские татары показали уже по закону Российской Федерации, мы имеем право пойти инициативной группой, подписаться и ввести преподавание на Гайцевской РЗК, к примеру. А еще, кстати, одна проблема есть. А в субъектах Федерации, где живут казахи, никаким юридическим правилам, законным, подзаконным актам не определен статус казахского языка. То есть, если в Республике Дагестан и в Ногайском районе, в частности, есть Ногайский язык, он подписан, что там есть наравне с русским, пользуется Ногайский. В Крыму тоже три языка, русский, украинский, крымско-татарский. То есть, может быть, это тоже проблема. Здесь разница в том, что это значение не имеет. То есть, допустим, вдруг 50 семей пришли, оккупировали маленькое село, к примеру, ну, переехали, допустим, да, а там традиционно преподавался только другой язык, там, татарский, крымский, там, не знаю, хоть какой, любого угодно, да, 50 Ногайского переехали, они имеют возможность просто прийти и написать заявление на имя директора школы, а директор школы уже дальше, выше, в району передает, там, и так далее. А, то в Крыму, да? Это по всей России так. Это в любом месте можно так сделать. Без разницы, ты, крымчанин, там, ну, армяне, допустим, да, имеет свое государство, они имеют право, оказывается, тоже вот взять, они граждане России уже, к примеру, да, взяли гражданство, приехали на Федоровку, оккупировали, там, 50% населения армяне стали, к примеру, да, пришли, заявление, написали вместо школы, и там ведут армянские. Ну, я не слышал, я не слышал, что в Краснодарском крае есть армянские школы, вот я об этом не слышал. Ну, видимо, тоже не хотят дела почему-то, тоже, видимо, тормозят, или, может, просто тупо не знают. Вот видишь, одна из форм информационной войны, это, как бы, умолчание, просто молчат о наших возможностях. Вот я, например, недавно узнал, что, оказывается, россияне имеют право, имеют право вписать в паспорт свою национальность. И вот сейчас только недавно начал работать над тем, чтобы, ну, ага, и об этом узнали, и записали свою национальность в паспорт. Оказывается, имеем право, а 99% людей об этом не знают. Я лично об этом тоже не знаю. Ну, вот, пожалуйста. Как отменили графу национальности в 90-е годы, и все, как бы, мы все россияне. В Казахстане пишут, что национальность, кстати. В Казахстане можно отследить какой ты нации, какого ты вероисповедания, где ты живешь, то есть в этом как бы все четко. Например, вот из-за этого информации можно посмотреть даже в интернете, пробить, что, например, в Казахстане проживает 55 тысяч русских мусульман. Русских мусульман? Да, 55 тысяч, ну, около 50-60 тысяч. Вот я смотрел цифру точно. Нашала, нашала. То есть уже большая ума довольно. Ну, большая, да. Не, а, кстати говоря, в России тоже достаточно большая ума. Ну, это не 6% от всего населения русских в России. То есть это уже конкретно, уже почти субэтнос. Ну, да, конечно. Ну, вот я сказал, что насчет казахского языка в России еще хотел бы сказать, что нету опыта проживания на этой земле, как национального объединения казахов. Да, мы привыкли, что мы всегда с Казахстаном ощущаем плохо за себя говорить. Как бы я сам же с республики, по сути. За них не могу говорить. Но именно те казахи, мне кажется, ощущают, что в Советский Союзе, в Российской империи, постоянно было одно государство, и нет такого, как сказать, проживания, как обособленной этнической единицы в составе другого государства. Отдельно от казахов Казахстана. То есть мы всегда были вроде как вместе. 30 лет прошло, и в мозгу до сих пор, будто мы все в Советском Союзе, да? Как бы только Россия стала, и все. Да, я уверен. Дело в том, что у нас Нагайцы, да, например, только недавно, недавно, ну год назад, может, два года назад, да, начали бить тревогу о том, что мы теряем язык. Потому что до этого никогда такой проблем не стояло. Раньше, наоборот, гордились вот там, типа, я знаю русский язык совершенства, к примеру, понимаешь? Меня часто хвалили. Вот ты какой умный, ты знаешь русский язык, понимаешь? А тут резко раз, вот неожиданно, вот 2000, я же рассказываю, в 2000 году мы все знали Нагайский язык, да, а в 2017 году уже множество детей не знают Нагайский язык. И даже взрослый забывает, представляешь себе? Я вот чему я удивляюсь вообще? Ну это уже, это уже серьезно. Это не тревога, это уже алярм. Неожиданно, это неожиданно наступило вообще, понимаешь? Я вот сам рассказывал про себя, где-то мне было три года, примерно, да, когда меня перевезли в среду бурят и русских. Я там выучил бурятский язык. Сейчас, кстати говоря, забыл, так некоторые слова только знаю. Шиубуште, это ты дурак в переводе. Русский язык выучил тоже в совершенстве. Ну сам видишь, как я нормально разговариваю, да? Ну как ни странно, я и Нагайский тоже не забыл. Много десятков лет не общаясь со своим народом, я не забыл свой язык. И даже вот сейчас в последнее время очень много общаюсь, читаю там, да, книги, читаю там все остальное на Нагайском языке. В итоге я даже усовершенствовал свой Нагайский язык на достаточно приемлемый уровень. Мне даже сейчас не уступают некоторые те, которые живут, жили, вернее, выросли, вернее, в Нагайском районе. Среди Нагайцев преподавание Нагайского языка было там и так далее. Ну и семей, все начинается с семей. С детского круга общения с семей, да, с кем-то футбол играл, с кем-то в школу вместе ходил, да, с кем-то, значит, в семье разговаривал. Это все как бы детские. В детстве просто это все записалось, долговременную память, и все, ты это уже не сотрешь. Это все на жестком диске сохранилось, да. Ты в любой момент можешь папочку открыть и заговорить, то есть. А тем людям, которых этого нет, это все заново проходить, вот это, конечно, сложнее. Это уже... А ты в детстве тоже не знал, да? Не знал твой язык? Вот я сейчас казахский, казахский, например, когда изучаю, это для меня как английский, да, в свое время был. То есть... То есть ты его не слышал никогда? Я его слышал, я его слышал с рождения. Я же два года, может, достанешь. Потом такие проблемы. Ну, понятно, что 94-й год там работы особо не было. Особенно бюджетникам, да, родители уехали в Ханты-Мансийский округ. Но все равно мне как бы и колыбельные пели иногда. Мне и... Из ванны выносят маленького ребенка. Апакайдык-тай-тай. Все равно что-то успевал. Вот так оно. Все вот. Как это, вот это все равно есть. Но уже язык потихоньку уходит на интуитивный план. То есть ты слышишь его и уже не задумываешься, уже не переводишь. То есть потихонечку это уже, грубо говоря, из языка иностранного переходит в язык наравне с русским. То есть мне русский язык здесь не нужен. Я могу полностью на нем отказаться. Я как бы его постоянно слышу. Но именно сложности со средой языковой. Ты хочешь этого, ты не хочешь этого. Если ты будешь жить вокруг, тебя будут сотни миллионов американцев, ты будешь как бы невольно говорить на английском. А хочешь ты говорить там на немецком или не хочешь. Вот, например, в Америке, весь средний запад от Америки, вот от штата Вашингтон на северо-западе, да, до там Луизианы на юго-востоке, это все почти полностью этническое немецкое население. Можешь это поверить? Полностью этническое немецкое население, которое пришло в Америку, где главные американцы, да, где главные англосаксы, да, и они просто переняли их язык, потому что как бы свой был неактуален, видимо. То есть вот тоже это влияет. И думаю, на севере республики нашей, да, постепенно проблемы решаются. Вот, например, в Кустаная, где я, по сути, до 9 класса, до 10 класса, да, в год три месяца точно проводил в Казахстане. Вот Рудный, Кустанай, вот это наши родные места. И получается, что в 2002-2003 году, да, когда, например, на велосипеде катался, разговаривал, в магазинах ходил, казахская речь очень редко звучала. Даже от казахов самих очень редко звучала казахская речь. Сейчас вот я в прошлом году был, даже в Рудном нашем, где, когда я родился, было 4-5% казахов, вот там максимум в городе. Хотя это был в Казахстане город, да, 4-5%. Сейчас уже целый район есть казахоязычный. Ну да, при развале Советского Союза 42% всего было казахов в Казахстане. И да, мой вот Махаше, да, дядя мой, говорит, что на работе тоже. Даже те, кто начальники просто общались, привыкли с Советского Союза, там ССГП у нас есть, с Соколовской-Сарбаски, горно-перерабатывающие объединения, да. А, в общем, на заводе он говорит, что даже казахи, которые здесь выросли в Рудном, да, местные, они уже как бы и начальники, они уже такие как бы уже ментально обрусевшие, они знают язык, но ментально обрусевшие, то есть повадки уже как похожи на русские. Они общались между собой в основном по-русски. Приехали, значит, уралманы, приехали, значит, значит, с юга люди, да, работу искать, на север приехали. Они начали говорить на казахском между собой. И тоже начальнику, вынужден ты, не вынужден, они русский язык плохо знают, и вынужден с ними на казахском говорить. То есть вот это уже дополнительная мотивация, да, людям, что как бы среда даже на работе, пусть даже на работе, среда появилась, ты уже говоришь. Также, мне кажется, и в обществе, то есть государство должно воспитывать вот этот стержень народа, что если, есть, например, указания, да, в школах всем учителям, да, между собой на казахском разговаривать, да, пусть даже с детьми на русском, например, или там с остальными там на русском, между собой периодический состав все на казахском разговаривают. Даже если ты, там, русская учительница АИЗО, там, или физкультура, да, там, постоянно пьющие, там, например, там, которые, там, казахов не любят, да, если ты не выучишь казахский язык, все, по-самому лень. Ну, а ты как считаешь, это правильно или неправильно? Если человек взрослый, это правильно. То есть... Но мне кажется, взрослым тяжелее выучить язык. Как сказать? Нужно создавать условия. То есть, я знаю, например, на своем личном опыте, если, например, в Кустанай откроет 100-500 центров языковых по изучению языка, туда никто не пойдет. Потому что, грубо говоря, тебе 30 лет, да, даже не такой уж ты и в возрасте. У тебя там, может, даже детей нет, или один ребенок, ты встаешь, идешь на работу, пажешь там до 6-7 вечера, приходишь уставший. Тебя тут там, грубо говоря, жена пилит, теща пилит. Тебе-то надо машину ремонтировать или на дачу съездить. Ты имеешь в виду, сначала появляется закон, потом принуждение, потом привычка, и просто из образа жизни людей, если посудить, ты не пойдешь в этот языковой курс, потому что, грубо говоря, у тебя проблемы есть понасущнее, чем казахский язык. Мне кажется, это должно быть как-то параллельно. То есть, если ты на работе проводишь большую часть твоей жизни, то тебе на работе должна быть языковая среда, создаваемая искусственно, хотя бы искусственно. То есть, нужно какие-то начать. Я тебе понял, что ты поддерживаешь это, да? Даже если заставить людей просто выучить казахский язык, то недостаточно. То есть, должно быть инструмент государственного принуждения. Во всяком случае. Ну, смотри, вот, например, я то ли вчера, то ли позавчера видел видео, которое нам, ну, наш чат, тюркский-юридеционский давали, да? Там один молодой казах ходил, снимал себя на камеру и показывал там, вот мы, типа, живем в русском мире, туда-сюда, а потом тут же видео пошло о том, как его наказали, как его там с автобуса на остановке там машину запихнули. Мне показалось даже, что казахи запихнули. Имеется в виду, вот в этом видео он допускал очень большие страшные прям националистические вещи, типа, уничтожить половину русских там и так далее. Ты видел, да, это видео? Да, видел. Вот смотри, связи с этим мне возникает вопрос, не перегиб ли это? Мне вот по мне так кажется, это перегиб. Перегиб в плане чего? Ну, имеется в виду, как, в плане национализма. Я понимаю, там были, голодомор был, там, всякие там другие, но этот голодомор испытывали не только же казахи, к примеру, русские сами испытывали, немцы испытывали по-ложи, Украины испытывали там. Не, за этого парня, за этого, я понял вопрос, за этого парня я не отвечу, я не согласен, что он говорил по отношению русских и вообще по отношению к любому этносу, но я с ним согласен в одном, что нужна, вот когда он, вот Сахашко разговаривал на втором видео, когда он прощение, значит, так сказать, приносил извинения, да, вот он говорил, что языковая всегда нужна, да, для ради внимания, чтобы он так, типа сказал резко, чтобы привлечь внимание, но ему сказали сразу в замещании, что ты оскорбил нацию, поэтому извини, если он принес извинения, но сказал именно, вот я с ним безтогласен, что нужна языковая среда. Если ты будешь жить на юге, где веками языковая среда сложилась, тебе не то, что легче, тебе не надо вообще никаких усилий предлагать на своем пути. В принципе, я его понимаю, вот сам тюрк, сам нагаец тоже повидал, начитался про геноцид, который на гайце происходил, ну, деды рассказывали, какая-то генетическая обида осталась все-таки, да, это все понятно, но, не знаю, я же вот как много раз говорил в своих видео, нас в национализме, да, нашим, встроенным в любого человека национализме, ограничивают наши веры, ислам, поэтому мне бы лично не хотелось бы, чтобы братья казахи, братья казахи, да, проявляли каким-то способом, образом национализма, понимаешь, ну, нельзя нам быть похожи на национализм, я понимаю, да, в России есть там чурка называется, бытовой национализм, так называемый, не на уровне государства, есть такой национализм. А меня хорошо видно? Или не очень? Ну, тебя видно, но вот так лучше даже, да. Просто, просто проблемы, с зарядкой телефона. Все понятно. Сейчас немножко регулирую проблему. Я согласен, то есть, я не согласен с теми людьми, которые говорят, что надо кого-то выгнать. Вот у нас, например, в Казахстане была такая шумиха, там, по-моему, в Тургая, или в Аркалуке, в Аркалуке. Была часть видео, неполное видео, где там казахи говорит, что вы там давайте уезжайте, вы там давайте там что-то там. Ну, короче, уезжайте давайте. Вот такой был посыл. Я наизусть не помню, что она говорила. Но она говорила, что это видео неполное. То есть, было... Да, да, я припоминаю. Было обрезано, да, было обрезано, и что поначалу ее на этот разговор, на этот всплеск эмоций спровоцировала именно русскоязычная, значит, пациентка. Но потом они примирились, потом они поговорили, да, и на видео тоже записали обращение, что все нормально, как бы, никто ни за что, по сути, даже не извиняется, потому что просто на эмоциях все это высказали, да, и что, как бы, я была неправа, я была неправа, и сказали, все, руки пожали, и все нормально. То есть, проблемы нации не существуют. Я скажу прямо, у нас всегда русские, казахи жили всегда в одной семье, даже самые первые, кто вот голод помогал, вот мне рассказывали, что вот русские очень сильно помогали, вот где мы в Кастанай живем, то есть все друг другу помогали, у кого даже молоком. У нас, например, семья, недополучала, например, денег, даже молоко, молока у них даже не было, да, чай без молока пили, да, то есть, плохо жили люди, вот моя АЖ, например, Денисовский район в Кастанайской области, вот, в Арженикидзе жили они, соседям своим украинцам тоже помогали, и они тоже помогали, то есть, многовековое уже соседство, и нет такого наше. Да, маршал, я тебя перебью, смотри, у нас тоже такие же случаи были, я же тоже жил и среди русских, среди бурят, народ, он везде одинаково хороший, в принципе, одинаково хороший, простой народ, все правильно говоришь, брат. Ну, есть провокаторы, даже если, вот, казахам и нагаем, даже хочу как-то обратиться, что общаетесь с меняемыми людьми, даже неизвестно, кто этот человек, с другой стороны камеры, с другой стороны микрофона, которые с вами разговаривают или переписываются, может, это общий какой-то, там, откуда-то из, не знаю, из Западной Украины, где там чатят, например, или из Белоруссии, или, может, естественно, он нагаяц, да, но именно по причинам того, что его настроили морально, что казахи, это плохие, например, да, что там они узурпируют эту историю и, например, там поливают его грязью, то, что он лично, нет, я такое есть, я же не говорю просто, чего не бывает, я лично говорю, с чем я сталкивался, да, я на этих людей абсолютно нормально реагирую, потому что я тоже мог бы быть таким же, никто от этого не застрахован, и плюс еще у человека нет опыта общения с казахами, это тоже очень сильно влияет, вот наш, да, то есть с интернетом появилось общение между нашими народами, но одновременно и усилилась вражда, потому что можно вбрасывать всякие фейки, можно вбрасывать, значит, оскорбления в адрес, значит, того или другого народа, и уже это все может перерасти, просто с одного комментария, уже отечественный конфликт может начаться, особенно если маленькое изолированное общество, да, там, как, например, в Пугачеве было, да, одно событие, и все, там, изгоняют всех, наверное, кавказцев, да, из города, то есть это все, очень такая хрупкая тема, интернет как бы, как и хорошо, так и плохо делает, очень надо окружаться с этим, призывая братьев не делать выводы по нациям, по отдельным группам, или даже десяткам людей, даже сотням людей, которые в интернете, вот вы, например, увидели 5000 казахов, матерящихся в интернете, а их 13 миллионов, вот 13 миллионов думают нормально, а 5000 казахов думают хреново, 5000 комментаторов написали мат, и скольки комментаторов? Ну, вот именно, кто хотел, грубо говоря, покакать, да, у себя в комментариях, кто-то написал, кто не хотел покакать, да, тот даже видео не открывал, да, кто-то там, не знаю. Почему-то, почему-то, я вот уделяюсь, наши современные народы, вот они страшно матерятся вообще, как так, кто их воспитывал, вообще понять не могу. Не знаю, это какой-то уровень, десятый, восьмидесятый левел какой-то, понимаешь, когда уже по матери начинают посылать, это уже восьмидесятый левел, тролль, понимаешь, я вот таких вообще ненавижу, сколько я их уже забанил, вообще, не знаю, сейчас это намного чище стало. Еще надо, надо еще один такой нюанс, маленький, заметить, что отношение, например, к русскому языку в Казахстане немножко другое, чем в России. То есть, если тебя на казахском языке конкретно отпустят, да, я твои там 70 колен, там и так далее, да, салам алейку, это одно, ты просто обязан приехать этому человеку, да, и с ним конкретно разобраться, а если тебе по-русски поставили там, эй, вы там, такие-то там ларда, такие-то там лерда, то есть это, можно сказать, это как даже, иногда даже по-свойски так говорят, могут тебя там обматерить, потом ты с этим человеком можешь спокойно поздороваться и все свои вопросы разрешите и нормально все будет, там, да, мир, дружба, жвачка. То есть, я бы не говорил, что когда по-русски матерят, да, по-русски матерят, это даже, как сказать, это намного меньше по силе, чем когда по-казахски, вот это точно могу сказать. Это я тебя понял, но все-таки мне как-то вообще, не знаю, неприемлемо. Россияне, да, россияне согласен, они не как-то это, воспринимают все в штыки, и как бы разница в менталитете, да, вот как это было. Не, не, россияне тоже так же матерятся, русские одинаково. Русские, например, также матерятся, понимаешь? У нас вот в Дагестане, знаешь, уникальная ситуация сложилась, когда, ну, сам знаешь, многонациональная, десятки народов, да, десятки народов, и все мелкие, редко кто превышает миллион, по-моему, два народа, аварцы, и чеченцы превышают миллион, или близки к миллиону, а остальные все мелкие, приходится между собой сотрудничать, как бы, понимаешь, и ответ держать. Любой маленький народ... Лизгин жаловался, что его народ распилили, на маленькие этносы, говорит, мы вторые, или даже первые, если вместе с аварцами, да, но нас, как бы, сказали, то ли, значит, Совнарком советский, да, главный сказал, что одна нация должна быть большая в Дагестане, и как бы выбор пал, вроде как, на аварцев, мне так говорили. Дело в том, что первый правитель Дагестана, я забыл его фамилию, лично говоря, был аварец по национальности, вот, и он фактически свою среднюю по численности нацию присоединил к нам всяких там сухурцев, я даже не помню, честно говоря, не помню, но очень много маленьких народов, кстати говоря, которые имеют совершенно другой язык, присоединил, как бы, к аварцам, и назвал всех аварцами, понимаешь? Там, фактически, в Дагестане, каждая деревня, это отдельный народ со своим языком, со своей культурой там и так далее, понимаешь? И аварцев не так уже много, то есть, от этнических аварц, которые конкретно там, деды их называли аварцами, таких не так уже много, понимаешь? А вот лесгин реально много, кумыков реально много. Мне вот сказал бы еще по поводу нагальцев, я же ездил недавно последний раз, это было с 12 по 28 декабря, вот я был в командировке, в Кокумске. Честно говорю, я, если бы я там жил, то я бы не знаю, что я делал, я бы, наверное, бегал там, как угорел от Махачкалы до Ставрополя. Какого хрена на моей земле, да, вот просто едешь по дороге, вот видишь маленькое озерцо, туда сливается пластовая вода. Чтобы вы понимали, что такое пластовая вода, это, по сути, вода из-под земли, из миллионов километров вниз, из-за там полутора, двух тысяч метров вниз, вода эта вся смешанная с нефтью, смешанная, значит, с разными солями вредными, это просто сливается все в степь. Вот и люди просто живут в этом, да, и я не видел, чтобы кто-то об этом говорил в интернете даже, просто идешь, все вытоптано, земля просто даже копать, вот землю копать, даже вот я в июле ездил, землю копать даже лопатой невозможно, потому что так как можно просто вырезать из нее болгаркой кирпичи и дом строить, вот такой вот песок. То есть я честно не знаю, почему даже видео не снимают, да, почему нету обращений, почему нету каких-то инициативных групп. Вот, например, я видел, по-моему, ингушских старейшим, двух или трех человек, которые сидели на лавочке возле Кремля по поводу вот этой вот ситуации, по-моему, в ингушетии последней. Или какой-то другой кавказский народ, честно не могу вспомнить. Вот какая-то проблема была на Кавказе. Просто старейшины пришли, сели возле Кремля и постоянно напоминали своим видом, своим присутствием, что наша проблема существует. Просто даже вот такие элементарные шаги. Я вот не вижу, что люди, составляющие большинство в этом районе, сколько там, 70-80 процентов, да, если сколько-нибудь отметать. Кочубей, по-моему, уже не Ногайский район, да? Кочубей? Да. Ну, Владимир Ногайский, честно говоря, сам-то не там вырос. По-моему, нет. Ну, там Ногайцы там живут, да. Ну, да, там. Это степь Ногайская. Да, то есть не поднимается проблема даже элементарно проводку провести. Вот со мной жил, когда вот я там работал, у меня был коллега по квартире. Вот они вместе с товарищем ремонтировали энергосети в Ногайском районе, ездили на самые дальние Кошары, на Улы и просто видят, что там со времен Андропова ничего не ремонтировалось. Вот эти все старые трансформаторы стояли, это все и стоит. Народ, грубо говоря, живет раз через раз, да, там, с электричеством. И просто это все, даже без электричества, да, люди живут. Я не знаю, как это на все реагировало, честно, у меня такой крик души был, да, обидно за братский народ, что вот такие условия, да, по сути, полупещерные, искусственно властью создаются, да, и не решаются. И народ просто сидит, и как будто это все нормально. Мне, честно, это задело. Лично, я вот даже сейчас голос повышаю, да, я нормально не могу на эту тему говорить. Вот. И так вот, по сути, единственная территория, где вот можно свои права стоять, и, да, это, по сути, Ногайская крепость, да, должна быть чем. Потому что короногайский диалект, это литературный, значит, язык ногайский. Это, по сути, кузница сейчас настоящих патриотов, да, ногайского народа. И почему это сейчас вот не решает эти проблемы? Я вот не спрашиваю сейчас, может, ты ответишь, может, нет, но чисто вот, чтобы я знал, может, сейчас ногайцы меня смотрят. Честно, вот не знаю, почему эти проблемы просто даже о них не говорят. Я вижу постоянно, что там, значит, башкиры что-то там узурпируют, что-то там казахи узурпируют. Просто сливать ногайцев в этнизм и в споры с остальными нацами, мне кажется, это преступление по отношению к тем людям, которые там живут. Потому что тем людям, в первую очередь, нужно, чтобы их голос звучал как можно выше. Потому что Махачкала их не слушают, как я понял. Постоянно нас лекторное совещание проводят по поводу отгонного животного с того, последнее было, по-моему, в январе или феврале. Просто сели, поговорили, даже резолюцию ничего не приняли. Просто поговорили, сели и ушли. Просто для галочки, да, по местному телевидению, чтобы отметиться. Ничего, эти проблемы не решаются с 50-х годов, да, когда вся тема началась. А с 90-х, тем более, когда круглогодичный выпуск начался, это все уже просто-напросто землю, просто из земли сделали просто один большой кирпич. Я не знаю, как там вот весной что-то растет, но говорят, там маки красивые растут. Слава богу, что хоть что-то растет. Просто я не знаю. В Ставрополе точно такая же проблема. Я в Ставрополе тоже проезжал. Там, когда едешь вплоть до Минвод, там земля тоже как бы не в лучшей кондиции, даже по сравнению с многайскими землями в Дагестане. Понимаю, что субъектно народ искусственно разделили при Хрущеве. Понимаю, что сейчас не самое лучшее время в плане того, что у России проблем хватает, тем более поднимать этнические проблемы. Тебе просто могут не то, что внимания не обратить в лучшем случае, еще последствия какие-то будут, но просто в интернете, в Ютубе. Давать интервью, значит, брать интервью у людей, которые там живут, подписывать петиции, обращения оппозиционные партии. Например, в Дагестане очень хорошо коммунисты работают, несмотря на все огрехи коммунистов нашей истории казахстей. Просто любые, даже какие-то инструменты партийные. Коммунистам же тоже, например, выгодно, грубо говоря, Путина обосрать. То есть, вот тебе, пожалуйста, компромат. Что ты в Ногайском районе грубо говоря, позволяешь махачкалинскому властям вытворять? То есть, очень много механизмов, и я не знаю, я просто молодой, да, мне что, 26 лет, 27 лет, что я могу посоветовать? Люди, которые профессионально на районном уровне, на республиканском уровне этим занимаются, им намного легче, у них есть связи, у них есть опыт работы. Я не знаю, почему это не проводится. Честно, я там был, у меня слезы на щеках просто. Я не знаю, как это все выразить. Вот, я бы чисто эмоции идут, я сейчас даже, не знаю, не могу слова подобрать. Можно сменить тему, но я не знаю, какие еще комментарии дать на эту тему. Но тема очень меня задела, подчеркиваю, и братьям Нагаеву советую в первую очередь. Все остальные вопросы вообще на десятый разряд отместим. Тема истории никуда не денется. А, значит, тема кто кого, как называл, тоже никуда не денется. На самый настоящий вопрос это проблема земли, проблема ее качества. Значит, проблема статуса Нагаевского языка и его преподавания. Куда, куда еще, как бы, больше, да, слава богу, да, мы, там, не какие-нибудь там европейские гомосеки, да, мы в исламе, а лаберсе, и будем в исламе. У нас есть, да, там, какая-то численность, да, увеличивающаяся со временем. Ну, язык и территория, и качество территории, да, чтобы песок, грубо говоря, даже в дом не задувало. Просто элементарные проблемы. Поставить тополя, например, да, вокруг дорог, какую-то систему, значит, мелиорации создать, чтобы антиразийная система, грубо говоря, да, чтобы ветра не сильно, не так дули. Это же просто на уровне агрономов районных это можно спокойно сделать. Через 20-30 лет у вас какие-то топольки уже вырастут и уже постепенно-постепенно земля будет отдыхать. Да, куда-то кошары, хотя бы какую-то маленькую долю кошар перевести, например, не знаю, куда-нибудь западнее или северо-западнее. То есть, как-то хотя бы это все распределить. Желательно, конечно, вообще убрать. Ну, я просто не знаю, почему эти вопросы не ставятся, но это уже вопрос к местным, вопрос к властям, вопрос к самому народу. Я тут не могу комментарии какие-то дать побольше. Ну, я, брат, смотри, тебя, брат, специально не перебивал, потому что ты абсолютно правильно говорил. Те же самые вещи мы сами себе друг другу говорим. Уже около года существует наш чат на Гайске. Даже чуть больше, полтора, может, даже года. И смотри, как получается. Мы очнулись, понимаешь? Мы только начали просыпаться. Вот, например, я, да, вот те проблемы, которые ты знаешь, я еще два года их совершенно не знал. Понимаешь? И то же самое на Гайце. Те, которые жили там, да, молодые, приблизительно моего возраста. Здесь моих одноклассников, кстати говоря, много. 77-го года. Они там жили, там было все нормально. В конце 90-х годов, некоторые в начале 90-х годов даже уехали, в 2000-х годах в начале уехали, да, более-менее нормально было. Они приехали сюда, здесь начали зарабатывать нормальные деньги, укоренились, взяли там кредиты, ипотеки, там все остальное взяли, они фактически здесь живут. И только сейчас вот уже, когда очукивались люди, когда начали оглядываться, то есть они решили свои финансовые проблемы, более-менее, покушать там, одессу там и так далее, да, детям образование дать. И только сейчас мы начали оглядывать, смотреть, что у нас творится. Отворятся реально ужасные вещи, которые ты перечислил. Ну, может быть, я оправдываюсь, может, я говорю, да, но на Гайце, аль-хамдул-ля, очень дружно много чего провели. Например, сахарный завод. Сахарный завод хотели открыть. А, слышал, слышал. В Ногайском районе, да, и единственное, это Ногайцы почувствовали своим мозгом, да, мудрецы наши нашлись. Отказались от этого проекта, какие бы он выгоды нам не сулил, да, и аль-хамдул-ля, там целый съезд проводили по этому поводу. Ногайцы всей России и со всего мира даже приезжали там на этот съезд. Мы отбились как-то от этого сахарного завода. Потом других на соседних регионах начали делать. Пожалуйста, сейчас вот на, сколько там, ну, на миллиарды рублей техника просто на улице валяется, новая. Арестованная Россельхозмашка. Ну, банком, врачи говоря. Понимаешь? Другой вариант. В 2017 году, кстати говоря, недавно, да, провели такой большой съезд по поводу земель, которые хотели вот, вот есть же так называемые земли отгонного животноводства, которые сейчас круговичные используются. Правильно? Да, да. Их, их хотели узаконить. То есть там уже поселения, по идее, есть уже. Незаконные поселения есть. Понимаешь? Люди бедные там живут без школы, без света, там, без ничего, все, стархутаны, вот эти разные старые, живут, но они уже привезли семьи, они там уже там конкретно живут. Понимаешь? Многие даже в школах не учатся, можете представить, в каких условиях они живут. Вот, да? Их хотели узаконить. Если бы их узаконили, все, смерть пришла об этом нашему Нагайскому народу, и народу, и району тоже. Максимум через 10 лет. Мы и от этого сумели отбиться. Понимаешь? До этого уже у нас целое поколение, умерли даже поколения, которые боролись за нашу Нагайскую степь. Понимаешь? Ты просто не в курсе. Я сам тоже, кстати, недавно в курс только вошло это дело. Вначале тоже как-то, ух ты, боеви-то. Вы что, про Завод я слышал, про Завод я слышал, да. Да, вы Нагайцы или не Нагайцы? Вы что творите? Давайте гордость, давайте пойдем войной, там, такие вещи предлагал, ну, радикальные как бы вещи предлагал, да? Ну, а потом, когда послушал, ну, старых людей, те, которые опыты же имеют, да? Я понял, что, как бы, не то, что это не моего уровня, как бы, да? Я только могу помочь им. Словом, делом, там, видео свое могу выпускать и так далее. Работает, брат, работают, альхамдулля, но я, вот это то, что отрезок времени, когда ты говорил именно про Нагайцы проблемы, обязательно вырежу и отдельным видео отправлю Нагайцами, иншалах, чтобы они послушали, да? Это очень, никто на тебя обижаться не будет, это сразу говорю, это критика воспринимается очень хорошо, и тем более ты от души сказал. Савол, брат мой, казах, Ильяс, братишка мой. Я еще вот хотел сказать, да, вот, как бы, подытожить, если чтобы от разговор, вот, вот мне понравилось, я вот один фильм смотрел авторский, там 20 режиссеров, короче, снимали один фильм, двухчасовой, вот он называется «У каждого свое кино», действительно, у каждого человека внутри, у каждой нации, действительно, у них каждого свое кино, у каждого свои глаза и свой неповторимый опыт, да, если ты опыта этого не знаешь, если ты просто видишь, как он тебя ругает в интернете, ты его в глаза не видел, ты с ним не общался, да, и уже, значит, в своих глазах об этом народе уже сложились определенные стереотипы, а если ты это видишь уже постоянно, не зная этих людей, почему они это пишут, да, не зная их всю историю, да, что они чувствуют, что они, чем они каждый день сталкиваются, может, они вообще там, у них там, по 5-6 детей, они без работы сидят, да, и у них не на кого-то вот это вот желчка, говорю, выплеснуть, да, что у них скопилась душа, то есть, ну, это кутрирую, говорю, у каждого все разные ситуации могут быть, поэтому призывал бы братьев не делать выводы, да, о нагаях, о казахах, об узбеках, там, о каких-то там, татары, башкиры, я знаю, тоже проблема есть, что очень сильно спорят, да, за свое культурное наследие, значит, за то, что кто там татарин, кто башкирин, там, переписывают людей, говорят, там, Башкар-тостани, там, мы с татар, башкир делают, то есть, эти проблемы нужны, нужно решать именно вот на представительном уровне, то есть, создавать инициативные группы и уже общаться на эту тему, нельзя просто вот так вот огульно давать людям, особенно горячим головам, это все изливать, всю эту желчь, это может вообще аукнуться, не то, что нам, в своих детях, внуках подумайте, с чем они столкнутся, да, они еще даже не родились, да, вы им уже проблемы создаете, так что я думаю, к этим нужно проблемам относиться очень деликатно, вот хотел бы к этому братьев призвать, особенно мы муслиму, да, сабр делать должны, спокойно к этому всему относиться, да, и думаю, все хорошо у нас будет, да, все лучше, все хорошо, да, иншаллах. Ты очень умный человек, похвалю тебя, архамду льня, даже открытие для меня, я так-то видел по твоим сообщениям, что ты достаточно развитый, но то, что настолько глубоко развит и мозгами, но это мозг, знаешь, для меня это важно, конечно же, я не умею с глупыми людьми общаться, да, но это не основное, основное все-таки душа, основное то, что сердце твое, то, что умеет вмещать любовь, не только к своему, допустим, к своей семье, но и к своему народу, не только к своему народу, но и братскому народу, допустим, ко всему человечеству и так далее. Альхамду льня, на этой прекрасной ноте, иншаллах, закончим, наверное, устало, скорее всего, у тебя первое интервью, да, рахмет, бекбула тага, здоровья вам, вашей семье, успехов в вашей работе, да, чтобы меньше жалоб было от разных наций, что вы их оскорбляете, от разных наций, да, иншаллах, будем стараться, конечно. Да, салбонус. Давайте, ассаламу алейкум, арахмуталла баракай. Алейкум ассалам.